приветствую всех на моем канале сегодня я буду готовить салатик с куриной грудкой вот она у меня эта грудка уже приготовлена она была сначала замаринована в пряных травках и потом слегка обжарена со всех сторон ну до готовности разумеется это половина грудки не целая также понадобится 2-3 зубчика чеснока грибы маринованные любые у меня здесь смесь разных грибов у нас такие продают называется миста в общем смешанные разные грибочки очень вкусные можно брать любые и 4 отваренные морковки и примерно ну в общем это наверное около стакана сметаны нужно или йогурта без добавок у меня это греческий йогурт он 10 процентной жирности как наша сметанка также понадобится приличный пучок петрушки и для заправки салата это значит будет у нас именно сметанка чесночок оливковое масло дижонская горчица вот с семенами семечками немножко кориандра молотого и соль вот у нас соль любую соль можно это у нас розовая гималайская на нам кажется что она очень вкусная может быть это только грудку можно брать любую ну в смысле вы можете ее отваривать или взять копченую или обжаренную или на гриле в общем у меня эта грудка мариновалась в красном вине с разными разными пряными травками нашими средиземноморскими и потом я ее слегка обжарила с маленьким количеством масла масло она невероятно ароматная и очень-очень вкусно можно сюда конечно брать любое мясо если вам не нравится грудка вы можете взять свининку и тоже так приготовить или говядинку куском будет тоже самое очень вкусно так грудку нарезаем мелкими кубичками поступаем с грибочками измельчаем их тоже мелко как можно мельче все салаты готовятся по наитию по вдохновению по настроению поэтому все я вам даю приблизительно так как и вы видите я готовлю на маленькую нашу семью на три человека если готовите на большую компанию на большее количество едоков то разумеется берите всего побольше если кто-то хочет научиться вкусно мариновать шампиньоны у меня есть рецепт я вам оставлю и также я вкусно умею мариновать вешенки эти грибы можно круглый год мариновать потому что всегда есть свежие в продаже ну а именно эти грибы я купила в мариновании это лесные грибы у нас тут продают такая смесь разных грибов очень тоже вкусные иногда я сама мариную иногда покупаю в общем когда как придется если попадаются вкусные маринованные покупаю готовые если нет могу сама замариновать это совсем не трудно эти грибы отправляются сюда в мисочку вместе с грудкой морковочку очищаем и делаем несколько вот таких овощечисткой делаем несколько таких пластинок это знаете для чего это для украшения чтобы свернуть розочки потом на салатики вот такие ленточки тоненькие несколько штук надо заготовить чтобы у нас салатик был красивый морковку не надо слишком переваривать пусть она будет такая немножко как бы чуть-чуть недоварено тогда эти лепестки не будут разваливаться вот видите если ее переварить слишком она может развалить остальную морковочку просто натираем на крупной терочке вот так петрушечку тоже нарезаем миленько как можно мельче ее надо сначала промыть потом обсушить и потом вот так нарезать чтобы достичь мелкого результата я сначала беру такой нож а потом другой медзалуна у нас называется нож он очень мелко измельчает но но не превращает в кашу все-таки отдельные частицы должны быть вот такой нож им очень удобно он режет но не давит чеснок выдавливаем через давилку я беру три зубчика чеснока потому что мы очень любим этот чесночный запах если вы не очень переносите возьмите меньше или кто не любит можно и совсем не брать уже ориентируйтесь по вашему сюда в мисочку к чесночку добавляем петрушку петрушка и чеснок это такие два продукта которые очень дружат друг с другом и дают вот такой чудесный 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 теперь я добавляю сюда вот такую одну столовую ложку дижонской горчицы вместе с семечками семена кориандра тоже дают свой такой необычный привкус также я добавлю молотый черный перчик теперь йогурт и вот это будет наша чудесная заправка для салата она обалденно вкусная и очень полезная вот такую заправочку даже просто взять на хлебушка намазать это прям прелесть с ней бутербродики можно делать вкусные чуть не забыла сюда же надо соль еще соль добавить тоже чуть не забыла нужно добавить оливковое масло обязательно 2-3 столовые ложки примерно без масла будет не то не тот компот теперь будем оформлять салат я взяла вот такую квадратную форму можно любую форму брать круглую квадратную не так важно я думаю просто сегодня я решила именно такую сделать морковочку вот она у меня уже нашинкована ее надо немножко присолить а куриную грудку и грибы солить не надо морковку только все выкладываем салат слоями первый слой морковный слой обильно смазываем нашей заправкой третьим слоем идет куриная грудка с грибами и и так вот каждому человеку я буду делать три порции можно взять одну большую форму сделать видит торта и так оставить чтобы слои устоялись и тогда будет легко нарезать а а можно оформить в общем как хотите можно и без формы просто на блюде каком-то выложить слоями кругленько так в общем я думаю сейчас форму не трудно найти можно делать из любой пластмассовой баночки коробочки вот так и этот слой с грудкой тоже смазываем хорошо нашей заправочкой и сверху выкладываем морковочку так немножко украшаем сверху вот эти листики помните я отрезала овощечисткой делаем как бы розочки такие вот они и немножко сюда петрушечки и вот так примерно и осторожненько снимаем кольцо и вот наша красота готова посмотрите как выглядит сейчас еще поближе сниму вам вот такой у нас салатик получился видите как он выглядит все таки я советую чтобы подождать чтобы устоялись слои потому что видите немножко заправка плывет а сейчас он выглядит вот так вот сверху показываю вот так вот до свидания всем пока пока чао любуюсь на эти розочки вот я уже немножко начала кушать очень вкусно просто объедение просто объедение а